Дайджест недвижимости В лидерах антирейтинга Тува и Якутия доля ветхого жилья в этих регионах составляет порядка 17%. Примечательно, что Москва, в которой в ближайшее время начнется программа реновации пятиэтажек, замыкает рейтинг. Лишь 0,3% жилья в столице можно отнести к категории ветхих зданий. Дайджест недвижимости Фонд капитального ремонта Кировской области готов предоставить рассрочку своим должникам. Организация поддержала предложения активистов Общероссийского народного фронта, в соответствии с которым погашать задолженность по взносам можно будет постепенно. Порядок заключения соглашений, которые будут подписывать с гражданами, уже разработан. И сейчас проходит согласование в прокуратуре и региональном министерстве строительства и ЖКХ. Затем документ должен утвердить Совет фонда капремонта. После этого информация с образцами всех необходимых документов появится на сайте организации. Новшество коснется только тех домов, которые переводят взносы на счет регионального оператора. Жильцам, которые копят деньги на спецсчетах, придется разбираться за должностью самостоятельно. Дайджест недвижимости Около 4,5 миллионов россиян расплачиваются по займам на приобретение жилья. Об этом сообщил генеральный директор агентства по ипотечному жилищному кредитованию Александр Плутник. По его словам, порядка 12 тысяч заемщиков находятся в тяжелой финансовой ситуации, а около 4 тысяч кредитов просрочено. На этом все. В студии работала Анна Лапшина. Дайджест недвижимости